всем привет в эфире заметки о черкесии и сегодня мы в гостях у аскарби иноховича это режиссер и владелец и так понимаю да еще студии черкесия фильм режиссер фильмов про черкесию частности на сегодняшний день 5 у вас до 5 фильмов 5 фильмов про черкесию на самые различные темы о которых мы очень поговорим сейчас спасибо за то что согласились от интервью рад видеть вас себя властях аскарби ну расскажите подписчикам для начала наверно как вы к этому пришли к съемкам кино о черкесии что у вас привлекло к вот этой тематике хорошо я инженер по своей специальности закончил в воронеже политический институт по специальности экономика организация машиностроения работал в заводе много лет 15 лет работал по своей специальности потом 2005 году я ну начали появляться брошюрки вообще история черкесии о том что была кавказская война изгнание адыгов маленькие брошюрки там они перепечатывались и все это но мне интересно было и народ вообще весь тоже с интересом начал это искать эти смотреть находить читать я начал изучать тоже это удивительно интересно закрытая такая тема была никто вообще не знал даже что это приблизительно что-то где-то понимали но на самом деле что это как произошло все это это просто впервые мы уже начали получать информацию и на этом все и остановилась люди читали места где-то там обсуждали так потихоньку и и все потом я потом подумал а почему бы вот это это история которая вообще неизвестно о народе таком когда читаешь эти маленькие вот этой короткой информации видишь что народ то был достойный внимание и была целая страна черкесия ну я думал что ради справедливости надо будет об этом чтобы узнали вообще-то люди это вообще несправедливо было бы чтобы вот целая страна и население такое многочисленное и самобытное интересное исчезло все и о летом и о строении о народе ничего не говорится и я задался целью создать этот фильм первый фильм о черкесии истории адыгов вообще ну известное в конце концов ну я сначала думал что есть у меня в сикора мы с ним близкие друзья и поддерживаем связь и так далее мы еще во время учебы там съемки делали иногда маленькие такие стихи и басни там разные всякие короче и хотел пригласить самиро ходко как автора сценария недавно я с ним познакомился тогда я видел что только он может это достоверную вот эту историю написать ну как старик я не знаю ну никто не знал как сценарий так далее поэтому ну так планировалось но в итоге получается что потихоньку потихоньку был собран штат такой настоящий вот операторы сценаристы монтажеры и так далее все это ну в общем итоге я создал этот фильм черкесия это в 2006 году я начал работу над этим делом попросил самир он начал писать там это сложно было сначала это как научный труд был у него я перечеркивал исправлял изменял там все это с него требовал он ну так вот такие да но в итоге он соглашался понимал и мы практически сделали продукт который можно сказать сценарий и это было очень интересно очень важная информация о которой мало кто знал ну потом съемки и так далее но трудности были потому что первые самые основные трудности это насчет финансовых дел потому что никто не верил что кто-то сделает этот фильм вообще и вообще ну меня многие знают поэтому благодаря этому наверно получилось я полгода ходил как миссионер объясняю важность нужность этой темы этого фильма но мне поверили потихоньку потихоньку поверили а потом процесс пошел ну в итоге вот этот фильм получился черкесия документальный фильм к сожалению назвал его научно-популярный исторический фильм потом один из уважаемых адыгам вот который работал еще хаундоков такой был работал мозг фильме он это как ты мог так поступить этот документальный фильм ты принизил его назвал научно-популярный исторический я не знал вот это нюанс важность ну да вот это но тем не менее фильм появился это был это как бомба была вообще это люди вообще были были это просто народ наш адыгский впервые это он увидел это узнал это что с ним произошло что какая она была и как это все это и в общем это просто я не знаю даже как выразить вот это состояние нашего общества которое вдруг в один прекрасный день увидела свою историю настоящую да и меня все как говорится благодарили я герой был как говорится ли герой и вообще своего народа и сегодня во всех странах и континентах где живут наши адыги я как член семьи каждого из них меня уважают что это будет франция и германия там австралия и граждане сирии вы делали также субтитры или перевод первый фильм я сделал после этого я решил это сделать на этих языках на арабском английском турецком и сделал кабардино-адыгейских диалектах черкесский вот это восточно-черкесский диалект и западно-черкесский диалект но это я сделал на арабском турецком потому что в основная масса населения вот это наших этих ну живут они этих странах арабских странах и в турции но английский это само собой это международный язык поэтому я давал переводить это который компетентные вот такие переводчики после этого я озвучивал их а потом выгонял на этих этих ну дальше вот ну и все фильмы остальные точно то по такому же типа такой технологии я делал на русском языке это съемки потом переводы потом это и на этих языках и потом я конечно я приезжал там это все проходил эти получала прокатного удостоверения там и качество и все это абсолютно звуки и яркостью проверялась я сдавал его первые два фильма это как научно-популярные естественной культуры там это на хранение другие документальные фильмы это красногорск на хранение там все это они тщательно все федеральное да я не находятся в хранении там это яд прокатные удостоверения имею официально все это имеет право тиражировать показывать по территории всей россии а и где-то транслировали но я понимаю там были вас на встречах конкретных были да все фильмы которые я делал они я проводил презентации майкопе в нальчике в черкесске в москве в петербурге краснодаре и кроме этого мои фильмы и другие все фильмы все фильмы я когда я снимаю я езжу показываю это все ну и они участвовали кинофестивалях это адыга хабза вот этот адыга хабза его показывали это первое казани международный фестиваль мусульманского кино золотой минбар и спецприз дали там я познакомился с никитой михалковым там круглый стол был я представился и как раз вот точно также по странному телевидению показывали вот что у него вот держат мои и он не пригласил нальчик я сказал что проблема у нас с производства фильмов и так далее но в 2007 год это новый первый фильм было это было 2009 году когда уже и адыга хабза положено через каждые два года один фильм выходил у меня но он я пригласил нальчиков и там будет выездное заседание секретаре секретариат управления союза кинематографистов российской федерации ну там все были самые самые все я приехал прямо участие в этом выездном заседании там познакомился со всеми и до сих пор я дружу общались с ними это евгений герасимов светлана светличная оксана сташенко дальше но все ну да это ну потом это сокуровым это ну потом меня приняли в союз кинематографистов россии ну последний фильм когда я делал черкешники я опять же повезло вообще мне везет в процессе этих съемок всегда везет пела всем это мне надо было интервью взять у сокурова темирканова и шмякина я прилетел в санкт-петербург но естественно я когда туда был прилетаю я делаю презентацию предыдущего фильма а потом съемки тоже провожу и мне надо было вот этих трех уважаемых достойных это людей это можно сказать мирового масштаба и я нашел их всех за один день практически за два дня я нашел каждую из них еще хотел бы пройтись немножечко по самим фильмом то есть их 5 это получается на черкесии это общий до 1 потом был адыга хабзе это вот адыга хабзе еще раз повторю вот это вот это черкесия это первое это история адыгов в целом начиная с древнейших времен их история трагически рассказывается показывается это черкесия черкесия адыга хабзе это обычай этикет морально-этический кодекс адыгского народа здесь я этот решил создать этот фильм потому что вот ну идеология социалистка и коммунистическая и так далее все это народ терял идентичность свою они теряли свои обычаи этикет вот это который тысячелетиями вот консолидировал их сохранял как народ нацию поэтому я должен был я видел что необходимость есть напомнить этому народу нашему адыгскому что надо жить по законам своих предков надо сохранять это красоту в которой отличало нас от других народов и которые воспевали ну все которые посещали эту страну черкесия я очень сейчас смотрю сейчас возрождение да да интерес ну в одном фильме все тут невозможно было но практически охватил все но самое главное было чтобы обратили внимание на эту важную это да да кстати вот вот морально-этический кодекс чести кодекс так сказать это это надо было вот у четырех народов как я знаю это испания французы японцы и черкесы они имели вот этикет да ну как я знаю ну третий фильм чужбина да чужбина там чужбина я должен был показать это продолжение первого фильма можно сказать что это о том чтобы где живут наши как они оказались и как потом они разобросались по всему миру 60 где-то около 60 стран где-то проживание география и я должен был показать я решил как они живут вот как они жили так чтобы смогли сохранить себя в течение 150 лет что она это что помогло бы там с диаспорой работали ну конечно я вот с оператором мой саша александр никонов сейчас уже мы снимаем с ними это самый замечательный профессионал и мы приземлились 21 мая 2010 году в стамбуле и как раз вот это наши и молодежи все они собрались митинг траурный вот это и мы начали съемки эти потом анкара потом кайсери потом адана антакия и так далее в общем по диагонали проехали по всей турции основные самые главные города там и каждом городе я проводил презентацию предыдущих фильмов на турецком языке и мы проводили съемки сначала в городе там потом охватывали все эти населенные пункты где адыги проживали проживают вот это третий фильм был но четвертый фильм черкесия возвращение правда проблема репатриации опять же я вылетел санкт-петербург интервью якова гордина это вообще удивительный человек это достойно гражданин россии он мужественный мудрый вот он его книги вот здесь это черкесская кавказская атлантида вот как раз я когда интервью брал когда черкесия девы он говорил что это черкесия эта страна как атлантида что я из пучин из глубины мирового океана исторического поднял вот это вот он хорошо сказал но потом написал зачем на россии нужен был кавказ и так далее но интересные вот эти вещи книги у него ну вот я встречался у косачева интервью брал мне помог этом кожаров альберт он на сенатор был бедный погиб он ну и ездили в сирию там делегации но процесс его так нормально развивался а потом уже на сборе давай и вот наши соотечественские там вот война и они могут прогнуться и так далее в общем сложности ну а потом черкешинка великая роди женщины это я считаю что в каждом народе женщина это очень важное место занимает потому что эти ну и с женщиной связано и и рождение и воспитание и все и пища и одежда и все существование народа без женщины не может быть поэтому от него зависит вот такие оттенки и как по-другому получает народ они вот как он видит готовили людей что они были патриотами они готовы были жертвовать своей жизнью за отечество за из-за женщину тоже они могли отдать они настолько уважали это все это вот ну короче вот так кратко а ну и собственно логический логичный точнее вопрос сегодняшний план говорили что снимаете новый фильм можете поделиться о чем ну да вот я сейчас работаю над проектом вот я снимаю фильм о лошади о черкесской я считаю что это тоже я считаю что это одно из самых замечательных творений народа тоже это как от для хабзы как это сабли как черкесская шашка там или черкесска сама или пища адыгская вот точно так что они выпистывали вот эту свою породу лошадей вот весь а халтикинская порода есть арабская порода есть английская они считаются чистокровная порода такие они резвые они быстро они красивые но лошади вот у нас было несколько таких подвидов вот таких пород лошадей много там каждый князь там или другой там они выводили они держали в секрете там может быть скрещивание но все процессы которые над этим чтобы такую лошадь вывести чтобы она была лучше всех ну и всех этих сохранилась только кабардинская порода лошадей да вот это кабардинская порода лошадей вот это сейчас берлина находится институт генетики имени гумбольта там они доказывают что вообще адыгская лошадь древнее всех этих пород английская халтикинская или там арабской и удивительные такие вещи там вообще говорят что вот я германии начал это съемки это в баварии это мюнхен там деревушке там находится тобиас кнолла он является президентом ассоциации кабардинской лошади европы я у него интервью убрал там вошаде снимал во франции есть наверное надо будет выехать чехия польша гордания и так далее там может в англии повезет тоже планируется показ фильма черкешенки там это в сентябре кабарде там старых известных там которые всю жизнь отдали этим коням с ними сейчас и так далее ну в общем итоге работа над этим проектом идет сейчас очень правильно потому что тема такая достаточно да она размытая нет какого-то такого одного источника да ну интересно вообще очень интересно ну я так понимаю она будет где-то транслироваться да также точно фильм когда выйдет я думаю да да и мы сделаем это так на высшем уровне чтобы все официально было законно было и потом достояние станет это фильм общественностью народов ну от в хабза показывали по центральному телевидению по второму каналу это у меня есть этот друг антипа василий иванович он главный редактор по программу мусульмане вот он попросил я пожалуйста какой раз потом его показывали в казани тоже по телевидению с татарстана потом в дагестане был директор гтрк аджев азнаур он как раз мы с ним казани встретились разрешите это показать по дагестану по центральному телевидению дагестана гтрк тоже показывали его в германии вот фестиваль недавно я был тоже показывал немцам там и другим всем центре города кельна там черкешинку на немецком языке попросили перевести это был фестиваль черкесская диаспора европы кельня вот я там был вот в апреле там я показывал это вот так и вердане и там турции я показывал все фильмы да тут кто не знал будем следить внимательно тоже за это на сайте за объявлениями чтобы не упустить ничего ну последний вопрос хотелось бы уточнить еще вот распространение какое-то планируется или ну как вот допустим просто люди если захотят посмотреть как бы его можно было или ожидаемым может быть в будущем в планах какое-то распространение где-то приобрести или в кинотеатрах показывать я готов вот и отвлекаюсь я всегда когда меня просят вот чтобы я я прихожу рассказываю показывает о презентации творческой встречи творческие вечера кроме этого все фильмы тиражируются и я ну не знаю я раздаю вот так вот это еще продается может быть нескольких точках майкопе вот спасибо вам большое пожалуйста спасибо вообще за все вот это потому что на самом деле кино кино это ну это широкий потребитель это много людей видит это фирмы и поскольку на такую тему очень мало крайне сегодня на самом деле сильно серьезная проблема стоит с подачи качества материала вообще не только даже по сети по телевидению да у нас бывают такие передачи смотришь там мягко говоря мифологию начинать до этого этому как бы говорить правду это это важно и тем более с таким привлечением как у вас люди такие серьезные уровень конечно это надо продвигать но будем стараться тоже спасибо всем пока да